Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова. Я привезу вас на своем канале Мода и Джедима. Канал посвящен моде и красоте, он также посвящен нам и шоппингу. Сегодня речь пойдет о такой бутылке, об ее использовании. Хочу вам сказать, что совершенно недавно я открыла для себя очень удобный способ использовать такую бутылку для приготовления омлетов, для приготовления блинов, либо даже для приготовления бисквита. И хочу сказать, что этот рецепт, этот способ подойдет для мамочек, потому как дети очень охотно потом все мешают в этой бутылке, и трясут старательно минут 15, если детей больше, чем один в семье, то и 20, и 30 минут они все это по очереди могут там сотрясать. Можно попить кофе, можно там ногти, например, накрасить. Рецепт простой, вам понадобится вот такая чистая бутылка из-под воды, вам понадобится воронка, ставите воронку, все очень просто. Если вы делаете омлет, вы заливаете сюда молоко, яйца, соль, сахар, закрываете крышку, все это встряхиваете, как в блендере. Если у вас нет как в шейкере, если у вас нет детей, делайте это сами. А если есть маленькие детки, отдаете им, они очень охотно все это делают. Хочу сказать, что также я готовлю, в общем-то, и блины. И к блинам добавляется то удобство, что можно очень удобно так на сковородочку, аккуратно, ничего не проливая, ничего не капая от сковородки, в общем-то, между чашечкой, в которой все это разведено. Очень удобно, рекомендую. Более того, я ела даже очень плотное тесто на оладьи, и оно тоже прекрасно выходит из бутылки. Единственное, хочу сказать, что, в общем-то, потом достаточное количество продукта остается на стенках бутылки. Но у меня, например, нет времени, и вокруг меня всегда голодные дети, когда я делаю блины, соответственно, мне нет времени все из чашечки тоже собрать, поэтому плюс-минус у меня остается такое же количество в бутылке, как и количество в чашке, если я развожу блины в чашке. И хочу сказать, что есть некий секрет, обязательно сначала насыпайте сухие продукты, такие, как, допустим, мука или сахар, и только потом влажные жидкие продукты, потому что если вы сделаете наоборот, то, допустим, мука, она просто-напросто прилипнет к стенкам воронки. И хочу сказать, что бывают продукты, та же самая мука, она не всегда хорошо ссыпается, но можно просто потрясти. А если у вас есть палочка для японской еды, вот так все проткнете, если нет палочки, возьмите зубочистку, если нет зубочистки, возьмите другой край вилки, в общем-то, все это туда вот так постучите, все пройдет за секунды. И такой же трюк можно использовать для яиц. У меня яйца сами проходят, потому как я особо не тороплюсь, но если вы торопитесь, тоже другим концом вилки или ложки, зубочисткой, либо палочкой, в общем-то, для японской еды, вот так все это проткните, все у вас прекрасно туда опустится, закрываете крышку плотно, Отдавайте своим деткам, если они у вас есть в семье Они будут охотно все это в шейкере трясти по очереди Вы спокойно попьете кофе Либо, опять же, вы просто накрасите себе ногти Будете красиво и целый день довольны Идите довольны И, в общем-то, все вот так просто Это была Яна Спарцова Всем хорошего дня Пока-пока